В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В новой школе «Быть» начался прием заявок на участие в аукционе на строительство здания 11-й школы на улице Зорге. Подвижные игры и вкусное угощение – праздник для многодетных семей ко дню защиты детей. Пушкин в городе, Саров присоединился к международной библиотечной акции. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большая часть заявлений, поступившая на прошлой неделе в дежурную часть от Саровчан, так или иначе была связана с личным автотранспортом. Владелец иномарки забыл поставить машину на сигнализацию, в результате чего у мужчины пропал бумажник с документами, деньгами и банковскими картами. Которые чуть позже обнаружил сосед на детской игровой площадке. Не было только денежных средств. Документы все были на месте наличия. Перелом правой ключицы и ребер. Такой диагноз поставили врачи-велосипедисту, пострадавшему в ДТП на улице Раменской. После осмотра медиками мужчину госпитализировали. А сотрудники ГИБДД стали разбираться в обстоятельствах аварии. Волосипедист ехал по тротуару и пересекал выезд со двора. Волосипедист ехал параллельно проезжей части по тротуару. А водитель на «Хонды» выезжал со двора дома номер 3. По результатам пятничной операции «Нетрезвый водитель» было выявлено два пьяных автомобилиста. Один из нарушителей решил не реагировать на требования об остановке и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Было организовано его преследование. Он не справился с управлением. Совершил ДТП с двумя автомашинами. Потом попытался с места ДТП скрыться. Опять же, было уже в пешем порядке организовано его преследование. И он был задержан. Полицейские провели проверку по факту выложенного в интернет видео, где девушки-подростки избивают мальчика. После того, как в дело вмешались стражи порядка, потерпевший написал заявление. Возбуждено уголовное дело по статье 117 «Истязание». Компания «Саровинвест» поднялась на одну из лидирующих позиций по объему ввода жилья в Нижегородской области в первом квартале 2019 года, заняв второе место в региональном рейтинге единого реестра застройщиков. С начала года компания сдала в эксплуатацию более 17 тысяч квадратных метров жилья. Опережает саровского застройщика только нижегородская компания «Анкудиновка». В начале 2019 года введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов жилого комплекса «Саровская Ривьера». Это более 17 тысяч квадратных метров жилья. Компания «Саровинвест» заняла вторую строчку в региональном рейтинге единого реестра застройщиков по итогам первого квартала 2019 года. В 2018 году компания «Саровинвест» в соответствии с постановлением администрации города Сарова ввела в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Это три дома в жилом комплексе «Саровская Ривьера» на берегу реки Сатис и 14-этажный дом на проспекте Музрукова, дом 39. Фактически в конце 2018 года компания «Саровинвест» введено было в эксплуатацию еще 6 домов в жилом комплексе «Саровская Ривьера» в соответствии с заключениями государства архитектурно-строительного надзора. Таким образом, в 2018 году компания ввела в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов. Общий объем жилищного строительства составил 33 тысячи квадратных метров. Это рекордный показатель для Сарова и третье место в рейтинге строительных компаний Нижегородской области наравне с такими компаниями, как «Столица Нижний» и «Жилстрой НН». Кроме рекордных объемов ввода новостроек, высоко оценены качество застройки и благоустройство от компании-застройщика «Саровинвест». В прошлом году проект жилого комплекса «Саровская Ривьера» выиграл конкурс регионального правительства в номинации «Инвестиционный проект года в сфере жилой недвижимости». На данном этапе компания «Саровинвест» осуществляет работы по строительству набережной реки Сатис от плотины на улице Садовой до понтонного моста в районе улицы Кутузова. Когда новая набережная будет для нас доступной и станет ли она единой пешеходной зоной от Красного дома до плотины, об этом смотрите в наших ближайших выпусках. Нижегородская инспекция Государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с 3 по 16 июня проводит профилактическую операцию спецтехника. Вместе с сотрудниками ГИБДД инспекторы гостехнадзора будут проверять техническое состояние тракторов и дорожно-строительных машин, а также наличие у водителей всех необходимых документов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июня на территории Сарова введен запрет на посещение лесов. Запрет начал действовать в связи с установлением в саровских лесах 4 класса пожароопасности за погодных условий. Запрещено посещать городские леса и въезжать на них на автомобилях до 22 июня. Въезды в лесные массивы, расположенные на территории города, будут перекрыты шлагбаумами. Начался прием заявок на участие в аукционе на строительство нового здания школы на улице Зорге. Стартовая цена контракта – 582 миллиона рублей. Деньги будут выделены из городского и областного бюджетов. Учреждение будет рассчитано на 600 учащихся и оснащено элементами безбарьерной среды. Запланирован пришкольный стадион, три спортивных зала, игровой, легкоатлетический и тренажерный. Торги намечены на 24 июня. Контракт обязывает подрядчика завершить строительство к середине 2021 года. Саровская православная гимназия выиграла президентский грант на второй мультфильм о настоятеле Саровской пустыни. Новая серия будет посвящена строителю Ефрему, шестому настоятелю монастыря. Напомним, что первая серия мультфильма, созданная гимназистами на средства президентского гранта, рассказывала о первоначальнике Саровской пустыни Иоанне. На территории гуманитарного склада прошел праздник для многодетных семей, посвященный Дню защиты детей. В программе подвижные игры, сладкая вата и другие вкусные угощения. Также в рамках праздника организаторы раздавали продуктовые и подарочные наборы семьям, в которых воспитываются пять и более детей. На праздники побывала и наша съемочная группа. Сегодня в нашем городе живут порядка 500 семей, воспитывающих трех и более детей. Не так давно самые активные многодетные родители решили объединиться и сообща решать свои насущные проблемы. Среди немалого количества забот, связанных с льготами и другими мерами социальной поддержки, у многодетных остается время для праздника. Подарить радость детям, это в первую очередь показать многодетным, что мы их любим, что мы одна большая семья. Конкурс рисунков на асфальте, подвижные игры, аквагрим, вкусные угощения и любимые лакомства всех малышей сладкая вата. Активисты движения, зато многодетные волонтеры центра «Радость моя» подготовили для главных героев праздника интересную и насыщенную программу. Организаторы признаются, что волновались до последнего, не подведет ли погода, откликнутся ли на приглашение горожане. Но первый опыт оказался успешным и показал, что сообща можно решать множество проблем и делать добрые дела. Я наблюдала, как в Москве многодетные семьи активно дружат, сотрудничают, помогают друг другу, на них обращают внимание, привлекают спонсоров. Не потому, что мы такие нищие и бедные, а потому, что классно помочь семьям, где много детей. Свой вклад в организацию праздника ко дню защиты детей для ребят и многодетных родителей внесли спонсоры и неравнодушные горожане. С совместными усилиями было собрано 50 подарков для семей, где воспитываются 5 и более детей. К нам на склад обращаются за помощью очень много многодетных семей. Мы вот посчитали, у нас из Сарова только порядка 50 семей к нам обратились, и плюс еще Дивеевский район. Поэтому, конечно, такой праздник хотелось сделать. И когда зато многодетные к нам обратились с такой инициативой, я очень обрадовалась, потому что это союзник. Вот, союзник, я бы сказала, сильный, активный. Организаторы надеются, что такие праздники станут доброй традицией. Горожане, желающие помочь в организации благотворительных мероприятий, могут обращаться на гуманитарный склад и к волонтерам центра «Радость моя». Отложить все важные и требующие безотлагательного решения дела и погрузиться в атмосферу заслуженного отдыха и веселого настроения. 3 июня отмечается День прогульщика. Дата выбрана не случайно. В летнее время, когда вокруг светит солнышко, за окном поют птицы и носятся беззаботные детвора, как-то совсем не хочется ни учиться, ни работать. Те, кто присоединяются к празднованию Дня прогульщика, придумывают причины для своего начальства, по которым они на один день пропускают работу. День прогульщика в нашей стране – праздник неофициальный. В этот день принято откладывать все свои дела в сторону и заниматься чем-то увлекательным. Как празднует этот день в нашем городе, пойдемте выясним. Хороший праздник. Пускай все гуляют. Смотрите, 3-го числа отмечают День прогульщика. Как вы отмечаете этот праздник? Никак. Почему? Потому что я не прогуливаю. Я люблю ходить в школу и прогуливать я не собираюсь никогда. Прогуливать модно или нет? Да нет. Зачем прогуливать? Надо ходить на уроки. Прогуливают только двоечники. Прогуливать не модно, не модно, не модно. Прогуливать не модно, не модно. Нельзя. Вы прогуливали когда-нибудь? Нет. Нет? Мы очень дисциплинированные товарищи. А почему? А потому что есть порядок, есть закон, есть совесть. Наверное, мы не с того поколения, чтобы прогуливать. Ну, давайте прогуляем. Прогуляем? Да. Давайте вместе будем гулять, прогуливать. Прогуливать? Ну, я не знаю. Ну, пойдемте. Пойдемте. Я пойду с вами. Пойдемте. Работа. Работать надо. Надо, наоборот, к учебе стремиться, к работе, к всему хорошему. А не дом валяться. Как же, а лето, солнце, жара ведь. А тут на работу надо, в рутине. Надо себя преодолевать. Никогда. Никогда. Почему? Мы учительница. Мы не можем прогуливаться. Не положено. Если у вас нет возможности прогулять, то не расстраивайтесь. Заняться любимым делом можно и после работы. Главное, не лишать себя удовольствия. Для вас про прогулы выясняли Ирина Вышегородцева и Владимир Лисик. Формирование патриотического сознания подростка и воспитание гордости за свою родину, а также выявление талантливых детей. В Молодежном центре стартовал творческий конкурс «Тебе, Россия!» посвящается. Об условиях, номинациях и возрасте участников расскажем в следующем репортаже. Конкурс рисунка «Тебе, Россия!» посвящаем Молодежный центр проводит впервые. Принять в нем участие могут дети от 6 лет. Их разделят на 4 возрастные группы. Работы принимают в двух номинациях. Родина большая и малая и загадочная русская душа. Загадочная русская душа. Что это? Это, я не знаю, там, поля какие-то, деревья, да, что-то там с какими-то животными интересными, запечатленные. Или это какой-то определенный человек, например, да. То есть, я думаю, что для каждого, вот эту номинацию каждый поймет по-своему. И изобразит в этой номинации то, что он почувствует. Рисунки для конкурса должны быть выполнены цветными карандашами, мелками или красками. На бумаге формата А4 оформлены в паспорту шириной 4 сантиметра. В нижней правой части нужно указать имя и фамилию автора, название работы и номинацию. Мы хотели бы, чтобы все работы были в одном стиле, так как все они, любые работы, которые нам предоставят на конкурс, неважно, победители это или просто участники, все работы будут выставлены 12 июня на стадионе ИКАР. У нас будет организована арт-сушка. Первые работы на конкурс уже поступили. Их выполнили ребята из летнего лагеря при молодежном центре. Один из них, Платон Филимонов, изобразил на своем рисунке московский Кремль из здания Сената. Больше всего мне нравится Москва. В Москве самое красивое, по моему мнению, в России место. Кремль, древняя история, Красная площадь. Работы принимают до 7 июня в кабинете 229 молодежного центра в рабочее время. В другие часы рисунки можно оставить на вахте. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе ждут памятные подарки. В рамках празднования Дня рождения Великого Классика в нашей стране проходит акция «Пушкин в городе». Ее придумал библиотекарь из Дубны Марии Климова. В этом году мероприятие пройдет уже в седьмой раз. За шесть лет к участникам акции из подмосковного города присоединились жители не только всей России, но и других стран. Как принять участие в международном флешмобе, расскажем далее. Тротуар перед детской библиотекой на Герсена пестрит разноцветными надписями. Но сегодня ребят не ругают. Они не хулиганы, а участники акции. Взяв руки мелки, мальчики сосредоточенно выводят фразы из произведений Великого Классика. В преддверии Дня рождения Пушкина Саров в пятый раз присоединился к международному флешмобу. Акция проходит с 3 по 7 июня. И стать ее участником просто. Нужно выбрать понравившуюся цитату, можно прозу, можно стихотворную, написать ее мелом на асфальте, сфотографировать и выложить фотографию на своей страничке в соцсетях с хэштегом «Или Пушкин в городе». Пушкинские дни в детской библиотеке полны событий и интересных мероприятий на любой вкус. Тем, кто хочет оставить любимые цитаты на бумаге, предлагают принять участие в создании стенда «Пушкин окрыляет». Мы создаем в течение всей недели общий плакат читателей, библиотекарей, взрослых. Плакат пушкинских цитат «Пушкин окрыляет». Наши читатели записывают понравившиеся им цитаты Пушкина на перышках и на этот плакат помещают. Поэтических перьев на плакате становится все больше, а это значит, что юные читатели знают и любят произведения Пушкина. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин